Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня мы продолжим разговор о наших разногласиях в вопросе международных отношений в Латвии. Вчера мы поговорили об основах, об основах основ, о принципах, о тенденциях, по которым языки взаимодействуют во всем мире всегда при любых обстоятельствах. Исходя из них тенденции и принципов складывается результат. Сегодня я хотел бы на эту же тему поговорить. На примере обращения простого человека, симпатичного парня, моего земляка, как он представился, по-моему, из Далгопиуса, Михаил Левицкий, опубликовал в Фейсбуке свое видео со своим видением этой проблемы. Фактически у него два видео, одно очень эмоциональное, во втором он пытался объяснить свою позицию. Это действительно позиция нормального обычного человека, который еще не во всем разобрался, говоря о своих ощущениях в вопросе международных отношений. Я позволю себе зачитать текст, который он сказал на камеру, и мы попробуем его оценить или объяснить по пункту. Итак, Михаил Левицкий сказал фактически следующее. Я против национализма с любой стороны. Я не считаю Сталина великим вождем. Я считаю, что репрессии я считаю, что репрессии уничтожили множество человек. Другое дело, что это все история. Зачем обвинять в сталинских репрессиях русскоговорящих, которые сейчас проживают в Латвии? Какое отношение они имеют к Сталину? Я не фанат Путина. Это не мое дело. Это не мое государство. А вот политика моего государства – мое дело. А мое государство – это Латвия. К сожалению, у нас сложилось такое правительство, которое считает своим долгом искоренить русский язык в Латвии. Я понимаю, почему русский язык у Латышей считается таким злом. Потому что русский язык ассоциируется со Сталином с оккупацией. Но это ведь неправильно. Русский язык – это средство коммуникации. Русским языком владеет в мире около 300 миллионов человек. Так зачем считать, что русский язык – просто зло какое-то? заставлять повсеместно использовать латышский язык? Я понимаю, что это Латвия. Государственный язык надо знать. Но у нас сейчас времена глобализации. Международные языки наращивают доминирование перед местными. Доминирование будет расти. Так зачем же лишать возможности русских детей учиться на их родном языке, изучая латышский язык? Для меня это непонятно. Так же для меня непонятно, зачем постоянно говорить, что русские должны отсюда уехать. Что я не могу в демократической стране высказать свое мнение? Я не призываю к никакому экстремизму. Я призываю с равным уважением относиться ко всем. Вот и все. Что я еще хотел сказать людям? Не думайте, что ваше мнение ничего не решает. Что за меня все решено? Какая разница, что я буду делать? Нужно смелее высказывать свое мнение. Если оно адекватно, то почему бы его не высказать? Если вы так считаете, то ничего в этом страшного нет. У нас будут выборы через два года. Не сидите дома, идите проголосуйте. Проявляйте более активную гражданскую позицию. Не надо думать, что и так все решено. Нет, это не так. На выборы ходит очень мало человек. Если активную гражданскую позицию будет занимать большее количество народа, то тогда, возможно, что-то изменится. Вот такое мнение человека. И, на мой взгляд, довольно распространенное мнение. Примерно так могут думать очень многие. Но давайте посмотрим по предложениям. Я против национализма с любой стороны. Вот человек это сказавший совершенно не понял смысла ему сказанного. Что такое национализм? Национализм – это чувство национального самосознания. Чувство принадлежности к определенной нации, к ее культуре, к языку. Не надо путать с нацизмом, где проповедуется чувство превосходства над другими нациями. Нормальный здоровый национализм присущ каждому. Каждый человек, кто причисляет себя к той или другой нации, является носителем того или другого языка, является националистом, если он уважает в себе свое национальное самосознание. Нормальный националист уважает и чувства других людей, которые ценят свою национальную культуру. Националисты друг друга почему-то понимают. Вот интернационалисты советского пошиба, вот они против всех. Преступным национализм считается только в глазах империй, потому что это мощный фактор, грозящий распадом империи. Это мощный объединяющий фактор. Чувство национального пробуждения всегда влияет при распаде империи. И вот человек, это сказавший, тоже националист. Он ведь болеет за свой родной язык. Он же хочет передать своим детям свою национальную идентичность, свой язык, свою культуру. Значит, и он такой же националист, как те же латыши. Так что, я против национализма, это ошибочно. Мы все националисты, если принадлежим к какой-то национальности и этого не отрицаем. И это ценим. И в этом нет ничего плохого. Это не преступление, это не стремление к превосходству над другими нациями. Это просто уважение и забота о своем языке, о своей культуре, о своей нации. При этом не обязательно подавлять других. Дальше. Я не считаю Сталина великим вождем. Я считаю, что репрессии уничтожили множество человек. Тут комментировать нечего. Все верно. Но в связи с этим потом будут еще замечания. Другое дело, что это все история. Зачем обвинять в сталинских репрессиях русскоговорящих, которые сейчас проживают в Латвии? Какое отношение они имеют к Сталину? Вот тут мне есть что сказать. Ведь большевизм, сталинизм, его одной из основных было идей, это идея мировой революции. И великий, в кавычках, Сталин предвещал, что в будущем в мире останутся четыре языка, а остальные все исчезнут. Его последователь, незабвенный Леонид Ильич Брежнев, с трибуны очередного съезда, докладывая о успехах в строительстве коммунизма, говорил буквально следующее. И это я видел своими глазами. В экране телевизора. Что в СССР постепенно стираются различия между национальностями и образуется новая социальная общность советский народ. То есть, под прикрытием показательной заботы о малых народах СССР главная цель была создание новой социальной общности. Советский народ. Создание советского человека. Все коммунистическое воспитание было направлено на это. Так что, говорить о том, что Сталин это история и на нас сегодня не влияет, это большая ошибка. Последствия сталинского режима, а в последующем коммунистического, которые мало чем отличались, разве что степенью жестокости. Мы сейчас и ощущаем, из-за преодоления этих последствий идет борьба. Кто за, а кто против. Так что тут не все так просто. Я не фанат Путина. Это не мое дело. Это не мое государство. А вот политика моего государства – мое дело. Мое государство – это Латвия. Тоже очень интересный оборот. Я тоже не фанат Путина. Но в субботу на митинг против образования на государственном языке люди пойдут по призыву и вслед за людьми, которые как раз поддерживают Путина, которые пользуются поддержкой Путина, которые ездят в Москву, в Кремль за инструкциями и отчетами, и их борьба против восстановления латышской языковой среды в Латвии – это продолжение путинской политики на постсоветском пространстве. Так что, не будучи фанатом Путина, люди не должны идти в одной колонне с такими людьми, как Жданок, Митрофанов, Линдерман. Дальше. К сожалению, у нас сложилось такое правительство, которое считает своим долгом искоренить русский язык в Латвии. Я понимаю, почему русский язык у латышей считается таким злом. Потому что русский язык ассоциируется со Сталином, с оккупацией. Но это ведь неправильно. Русский язык – это средство коммуникации. Что тут можно сказать? То, что русский язык ассоциируется с оккупацией и с репрессиями, это осталось в воспоминаниях уже очень немолодых людей и по их рассказам. На личном уровне большая часть населения это понимает, но ощутимой озлобленности у большинства уже нет. И озлобленность – это к русскому языку не от большого ума, так скажем, а от простоты. От простоты суждений. Язык тут ни при чем. А вот оккупация действительно при чем. Русский язык – это средство коммуникации. Русским языком владеют в мире около 300 миллионов человек. Так зачем считать, что русский язык просто зло какое-то? Вот как раз, что русский язык – зло, этого большинства населения совершенно не считают. Более того, практически все население им владеет. И в менталитете латышей переходить на русский язык, если они чувствуют, что собеседнику трудно общаться по-латышски. А вот когда языком прикрываются посткоммунисты и имперцы и себя называют борцами за права русскоязычных, так они сами же и подводят русских людей под определение – такие нелестные. Ведь если послушать этих лидеров, то у них постоянно получается, что русский и коммунист, русский и советский, русский и сталинист – это одно и то же. Мы в Латвии боремся с последствиями сталинизма, коммунизма, с последствиями оккупации. Наши противники утверждают, что мы русофобы боремся с русскими. То есть сами на себя навешивают. Русский язык действительно владеет в мире около 300 миллионов человек. Но тут я хочу сделать лирическое отступление из собственного опыта. 300 миллионов – это внушительно. Но это большая ошибка думать, что язык очень распространен. Он распространен настолько, насколько распространились по миру носители этого языка, независимо от национальности. А если, например, зайти в любую районную библиотеку какого-нибудь из районов Лондона, там можно найти книги на множестве языков. И вьетнамский, и Камбоджа, и многие языки племен Африки. Но вы зачастую не найдете ни одной книги на русском языке. Для нормального человека, выросшего в нашей постсоветской среде, или в советской, это шок. Потому что мы были воспитаны так, что мы во всем мире заметны. А нет. Но это к нашему разговору не имеет отношения. Это к слову. Так что насчет имиджа языка у меня сомнения. Но это не имеет значения. Все мы им владеем и будем изучать и использовать дальше. Так что никто не считает русский язык злом. Злом считают людей, которые на этом языке борются против основ латвийской государственности из-за сохранения последствий советской оккупации. Дальше. Но заставлять повсеместно использовать латвический язык, я понимаю, что это Латвия. Государственный язык знать надо. Но у нас сейчас времена глобализации. Международные языки наращивают доминирование перед местными. Доминирование будет только расти. Так зачем же лишать возможности русских детей учиться на их родном языке, изучая латышский? Интересный оборот. Я понимаю, что это Латвия. Государственный язык знать надо. Осмелюсь заметить. Уважаемый господин Левицкий, Михаил, еще не понял, что здесь Латвия. Государственный язык надо знать. Надо знать те языки, в которых человек заинтересован. Их просто знать. На государственном языке надо уметь жить, работать, развиваться, карьеру делать, участвовать в управлении этим государством. Его мало знать, изучив как иностранный, как я говорил уже несколько часов в неделю. Потому что это Латвия. Вот это чисто пережитки нашего советского прошлого. Я понимаю, что это Латвия. Латышский надо знать. Если ты понимаешь, что это Латвия, то в латышском языке нужно жить в советское время. И существовало такое понятие. Надо знать и все. А можно и не знать. Вот с этим утверждением нужно что-то делать. Нужно как-то изменить в наших головах. Мало знать, как иностранный. Это язык твоей страны. Дальше. Ну сейчас глобализация. Международные языки наращивают доминирование перед местными. Доминирование будет только расти. Так зачем же лишать возможности русских детей учиться на их родном языке, изучая латышский? А вот это чисто мысль. Я сильно извиняюсь. Но факт есть факт. Это мысль колониста. Колониста. Колониста в Латвии уже нет. Но идеология по наследству передается, видимо. И такое сказать местному населению. Латышский все равно пропадет, так и не мучайтесь зря. Это то же самое сказать, что каждый человек все равно умрет, так зачем беречь здоровье? Зачем заниматься спортом? Зачем вообще учиться? Лечь и умереть? Нет уж. Латышский язык не находится на грани исчезновения, как очень многие языки. Как три тысячи языков, которые исчезнут к концу этого столетия. Потому что он является государственным. Если он будет восстановлен в качестве государственного на этой территории, у него есть все шансы существовать вихак, как это сказано в преамбле Конституции. Но вот в качестве государственного он находится под угрозой в результате полувекового владычества советской власти здесь. Потому что на всей территории всеми гражданами он не используется пока. Даже многие латыши за время советской власти я таких знаю, утратили способность пользоваться латышским языком. Имея латышские имена и фамилии. Потому что среда была образована такая. Идеология, психология. Сам воздух был так пропитан. Что мы строили коммунизм и воспитывали нового человека. Так что это вообще-то фраза, против которой очень обидятся латыши. Они все равно исчезнут. Зачем мучить моего ребенка? В этом виновата советская власть. Люди, которые переезжали сюда в советское время, им никто не объяснил, что они переезжают в национальное государство, фактически, в республику, имеющую право на отделение, и что нужно погружаться в языковую среду. И люди к этому привыкли. Более того, часть наследственных граждан к этому уже приучили. Старообрядцев, которые веками здесь жили, в закрытых общинах, были там полуграмотными, но знали, если выйдут в большой мир, они выйдут в мир, где нужно знать языки. А в советское время приучали к тому, что языки отпадают лишние, они не нужны. Тут слов нет. Нет слов. Ведь почему-то говорят, менталитета нет. Это ложное понятие. Я с этим не согласен. Вот совершенно другой менталитет литовцев не позволил советской власти укоренить в головах людей это понятие, что языки не нужны. Там сама атмосфера была создана такой, что проживать постоянно в Литве, не владея литовским языком, было невозможно. Это был результат жесткости характера литовцев. И теперь у них нет такой проблемы. В разговорах с жителями Литвы, кстати, любой национальности, и русскими, и белорусами, всегда натыкаешься на полное непонимание, как это, как это может быть, что в Латвии есть люди, которые борются за право не учиться на государственном языке. Что за право такое? И никаких претензий к литовскому правительству по этому поводу нет. Поляки, которые там одной из самых больших национальных общин, никогда не возникают, что наши дети мучаются от того, что приходится жить и работать, учиться на литовском. только в Латвии, где исказить языковую среду удалось больше всего в республиках Балтии. Здесь есть слабо, там проимперские силы и надеются, что порвется. Здесь они и развернули свою главную деятельность. против того, чтобы последствия колонизации были ликвидированы. Так что доминирование действительно будет только расти больших языков. Многие языки исчезнут, но языки, которые имеют свое языковое пространство в каком-то государстве, не исчезнут. Исчезать язык начинает тогда, когда он перестает использоваться. Для меня это непонятно. Ну вот, хорошо бы человек это понял. Может быть, он отзовется в том же Фейсбуке и мы обсудим с ним это, продолжим обсуждать. Может быть, что-то поймет. Если не поймет, то он себя причислит к лагерю противников основ латвийской государственности, которым руководят бывшие коммунисты, интерфронтовцы, имперцы. Также для меня непонятно, зачем постоянно говорить, что русские должны отсюда уехать. Ну, во-первых, это не позиция латвийского государства. На каждый роток не набросишь платок. С обратного лагеря тоже говорят еще похуже. Разные вещи. Латвийское государство из гуманитарных соображений при восстановлении независимости даже не поднимало вопрос о деколонизации. Ведь обычные, нормальные колонизаторы, захватив какую-то колонию, вынуждают ее говорить на своем языке. Цивилизованные переселенцы погружаются в местный язык. Колонизаторы вынуждают. Советская колониальная империя была особенной. Там, кроме того, что она эксплуатировала окраины национальные, она еще воспитывала, как говорил, нового человека. Она своим переселенцам, выполнявшим колонистские функции, не объясняла, а колонистские функции они выполняли. Несли язык, идеологию, но, правда, в отличие от нормальных колонистов, они не разбогатели, не имели накоплений колониальных капиталов и потеряли возможность вернуться в метрополию. Если нормальная обычная колония освобождается, то колонисты, естественно, возвращаются в метрополию за жидкочными людьми и не испытывают никаких проблем. Мы даже называть колонистами этих людей не могли. Это обидно. Но, как я говорил, функции колониста они выполняли. А будучи такими же рабами системы, как все остальные, как и аборигены, никаких преимуществ колониста они не получили и утратили возможность вернуться на родину предков. Поэтому такой вопрос даже не поднимался. Поэтому у нас большая проблема интегрировать бывших колонистов и их потомков в местную языковую среду. Но у нас их больше, чем в других местах. Отсюда наши трудности. так что русские не должны выезжать. Но если кто-то слышит такую фразу, она вызвана не из-за языка, а из-за позиции некоторых людей, которые прикрываются своей русскостью. Позиции анти-латвийской. Что я не могу в демократической стране высказать свое мнение, вот это действительно так. Можете. Этим Латвия отличается от СССР. Где там высказать свое мнение никто не мог. Как-то приходилось колебаться вместе с линией партии. И больше никак. Мнение вы свое можете высказывать. Но у вас есть возможность выслушать мнение других и найти истину, найти правду. понять ее. Я не призываю ни к какому экстремизму. Я призывал с равным уважением относиться ко всем. Вот и все. Вот и я делаю то же самое. С равным уважением относиться ко всем. А то, что мы вчера обсуждали как взаимодействовать между собой языки и культуры, поняв эту механику, можно увидеть, что в процессе восстановления языковой среды нет никакого неуважения к другим национальностям. Почему-то они уважение говорят только русские. Почему-то в других местах русские об этом не говорят. В Литве вообще удивляются те же русские, как это можно отказываться строить барьер к государственному языку. так что и я призываю с уважением относиться ко всем и с пониманием. И дальше господин Михаил Левицкий пишет «Что я хотел еще сказать людям? Не думайте, что ваше мнение ничего не решает, что за меня все решено, какая разница, что я буду делать. Нужно смелее высказывать свое мнение. Если оно адекватно, то почему бы его не высказать? А если вы так считаете, то ничего в этом страшного нет. У нас будут дальше выборы. И я думаю точно так же. не надо думать, что ваше мнение ничего не решает, но не надо думать, что с другой стороны, что большинство, что все государство ради удобства некоторых изменится. Что вся латышская нация поставит себя под угрозу вытеснения, исчезновения, растворения ради того, чтобы наследникам и духовным наследникам Советской империи здесь было удобно. Интересная вещь получается. Ведь те, кто живут здесь давно, не жаждут оказаться в России, на родине своих предков, на которую иногда молятся. Им нравится эта среда, созданная латышской отчасти немецкой культурой. Но почему-то эту среду они хотят изменить, навязывая русскость, советскость. Это странно. Если латышская часть общества сейчас поднимет лапки, то через полсотни лет это будет филиалом России. Интересную комбинацию мечтают здесь люди создать. Жить как в Латвии, как в Евросоюзе и одновременно как в России. Странно. Но мнение свое высказывать конечно надо. И главное надо разговаривать. А разговаривать нам мешает разность языков в том числе. одни разговаривают с Ригой, а другие с Москвой. Каждый на своем языке. Очень мило. За вас не все решено, но тем демократия является и отличается, что меньшинство не может править большинством. Меньшинство не может навязывать свое мнение большинству. Оно может свое мнение публиковать, высказывать, агитировать. И этого никто никому не запрещает. Говорить о своей боли, но и выслушивать нужно. У большинства тоже есть свои резоны. Не с бухты барахты принимаются эти все решения. Нужно смелее высказывать свое мнение, если оно адекватно, почему бы не высказать. Если вы считаете то, что ничего в этом страшного нет. Да. Если это не призывок к насилию, если в этом нет криминального подоплеки, вполне можно высказывать. Но у нас высказывающие всякие есть. Был высказывающий, который по признаку языка хотел осуществить инициативу по отделению части Латвии. А это уже преступно с точки зрения государства. У нас будут выборы через два года. Не сидите дома, идите голосуйте, проявляйте более активную гражданскую позицию. Не надо думать, что и так все решено. Нет, это не так. На выборы ходит очень мало человек. Если активную гражданскую позицию будет занимать большее количество народа, то тогда возможно что-то изменится. И с этим я полностью согласен. В нашем государстве многое нужно менять. Его нужно и дальше совершенствовать. Недостатка у нас масса. но поднимая на каждых выборах надуманную межнациональную проблему, противники основ латвийской государственности отвлекают основную часть общества от этих всех важных проблем, от этих всех перемен, которые нужны в обществе. что получается попросту говоря, что латышский или патриотически настроенный избиратель любой национальности, глядя на происки последователей Лендермана, Жданок, Митрофанова и прочих, уже не сильно разбираются, чем отличаются остальные партии. Главная их забота не проголосовать за тех, за кем торчат кремлевские уши, лишь бы не расстаться с принципами государственности. И тогда все остальное выходит на второй план и не решается. Отдается на откоп партиям, временным партиям, созданным к очередным выборам. Когда исчезнет опасность поколебать основные принципы латвийской государственности, когда мы откинем от себя эту проблему ненужную совершенно, неестественную, мы всем обществом сосредоточимся на решении других проблем, более важных, нам нужно многопротивную систему реформировать целиком. А это страшная проблема. Никто не знает, как к ней приступить. Нам нужно многие вещи решить. государство нужно реформировать, усовершенствовать, переходить к следующему этапу его развития. А мы все решаем, на каком языке будем говорить. на мы будем говорить на всех языках, какие нам доступны, тем более на наших родных. Но государство будет жить на государственном языке. И государство обязано нас готовить к жизни на государственном языке. И по возможности обеспечить все остальные наши потребности в изучении всех остальных любых языков. В первую очередь, конечно, родных. если мы поймем это все и действительно займем активную гражданскую позицию и будем ходить не только на выборы, но и на партийные собрания, на рабочие группы партий, объединяться в движения, в профсоюзы, мы этим будем участвовать в совершенствовании своего государства. А если мы будем продолжать выяснять, на каком языке нам говорить, если будем продолжать ориентироваться на кремлевское телевидение, мы независимую и свободную Латвию не разовьем. Я думаю, наш разговор не последний. я надеюсь, что эту тему мы в скорости закроем. Люди подумают о своем положении, о своей позиции, окончательно примут примут решение строить ли им поддерживать проимпирские политкоммунистические силы и включаться в преобразование Латвии. непримиримые фанатики, ангажированные, конечно останутся, их не уговоришь, но с их сопротивлением придется преодолеть. у нас большинство и мы демократическими методами их преодолеем. Лишь бы их активность не была столь обширной и не угрожала бы основам государственности. Если мы постоянно будем решать вопрос быть или не быть Латвии, такой ли ей быть, быть ли ей страной западной, европейской, с рыночной экономикой, с демократией или будем все на великого вождя с востока посмотреть, пока мы этот вопрос решаем, мы не можем двигаться дальше. Подумайте, люди. Спасибо вам за внимание. Я благодарен тем, кто меня слышал. Я надеюсь опять на ваши острые вопросы. Думаю, мы не последний раз видимся. Всего хорошего. До свидания. Продолжение следует... субтитры... ... ... ... ... ... ... ... Продолжение следует...